МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сейчас искусственный интеллект – это тренд. В некоторых ТВ-программах уже появляются такие ведущие. И не исключено, что в будущем нейросети смогут заменить многие профессии, такие как переводчик или маркетолог. А что по этому поводу думаете вы? Пишите в комментариях. Крыша дома едва не прибила женщину в Норильске. Конструкцию сорвало ветром, и она упала на автомобиль. Женщина успела отбежать в последний момент. В соцсетях теперь пишут, она может праздновать второй день рождения. И это уже не первый подобный случай в Норильске. Неделю назад ветром там снесло еще три крыши. Прокуратура проводит проверку. Красноярки на АЗС вместо бензина залили воду. Все произошло на улице Партизана-Железняка, на заправке «Газпромнефти». Женщина даже не успела отъехать, машина сразу заглохла. Как итог, лед пришлось доставать вручную. Собираем вам пенсию. С такой же проблемой столкнулись еще несколько красноярцев. В «Газпромнефти» заявили, что произошла разгерметизация трубопровода и пообещали компенсировать расходы на ремонт и машин. Красноярцы наблюдали в небе уникальное явление – сближение Луны и Венеры, которое еще называют парадом планет. В соцсетях жители делились фото из разных точек города. Ярче всего это явление проявится с 28 по 31 марта. Специалисты рекомендуют наблюдать его после захода солнца, примерно в 7 вечера. Самка Ирбиса два часа позировала перед фотоловушкой в Саяно-Шушенском заповеднике. Сначала она нежилась на солнце, а потом облюбовала ближайшее дерево. Получилась такая природная когтеточка. Ирбис или снежный барс – это краснокнижное животное. В России осталось только 90 особей. 9 из них находятся в Саяно-Шушенском заповеднике. Это был обзор всего самого читаемого и обсуждаемого в соцсетях ТВК. Какая тема на этой неделе зацепила вас? Пишите в комментариях. И помните, что ТВК – это не только ТВ. Играет музыка. Продолжение следует...